Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео хочу с вами поделиться своим наблюдением, которое я обнаружил при выращивании павловни. Вот эта павловня, вот она здесь в контейнере стоит, я оттуда достал три экземпляра, самые большие на фоне остальных, они начали расти, и этот контейнер стоял, вот место пустое, вот здесь вот под лампами, к сожалению, камера телефона не передает, освещение, ну, конкретно вот это место, здесь лампа одна, она отличается по спектру, а нет, видно, вот это один спектр, а здесь другой спектр. Освещение здесь, здесь все в одном светодиоде, белый, красный, синий, а здесь вот отдельные светодиоды, красные и синие. Она как бы изначально предназначена для выращивания именно рассады. И вот что я обнаружил, здесь даже тоже можно по этому контейнеру видеть, что некоторые экземпляры, ну, те, да, не росли, потому что закрывали листья соседнего контейнера, поэтому они плохо росли, я их убрал. Ну, сейчас видно, что некоторые экземпляры достаточно мощно развиваются. Ну, я хотел показать еще другое. Я хотел показать корневую систему вот этих вот сеянцев, павловни. Посмотрите, какая корневая система. То есть она очень-очень мощная. То есть видно, корень шел вниз, внизу места нет, он пошел уже наверх. И будет возможно, он вылезет, выпрыгнет за горшок. Ну, естественно, он вбрегивать не будет, он будет крутиться здесь, оборачиваться, но очень мощная корневая система, при этом сам он не очень большой по высоте. Другой то же самое. Видно здесь, да, такая вот? А есть, здесь тоже покажу. Сейчас стоит жаркая погода, требуется обильный полив, потому что сейчас чувствую, что он уже легкий. Такие корни, как насос, выкачивают всю влагу из земли, а в этих горшочках им, конечно, тесновато. Ну, здесь вот можно посмотреть, допустим, для примера, взять похожего размера, вот такой вот похожего размера синиц и посмотреть его корневую систему, какая она. Вот она растет под другим аспектом. Сейчас я вам покажу. ну, видно, да, что она не такая. Так, сфокусировать. Видно, что не такая развита. Она есть, она тоже очень хорошо развита, но не такая крупная, не такая обильная. Хотя синиц сам по себе выше гораздо, чем вот если их сравнить, он выше. Не намного, но выше. Но при этом он тоньше и слабее. А вот этот вот он толще, он невысокий, но с мощной корневой системой. Очень мощной корневой системой. Я буду наблюдать за вот этими, которые здесь рядышком растут в одном и том же контейнере вместе с теми под этим же спектром лампы. И понаблюдаю, потом сравню с другими сеянцами, которые растут под другим спектром лампы. Но уже видно для меня, очевидно, что разница существенная. Не знаю, связано ли это только с лампами или это зависит еще от именно семян, которые все разные в природе. Тут и заложен генетически с мощной. ростом, а кто-то с меньшим. Не знаю, ну вот такое интересное наблюдение. Ну а это все. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Это именно влияние выращивания по поводу лампами, спектр лампы или это просто генетически обусловлено из конкретного семечки. Пишите, будет интересно услышать ваше мнение. На этом все. До встречи в следующих видео. Пока.